США это родина турниров по Mortal Kombat. Именно здесь проводятся самые крупные соревнования по МК, и именно здесь сконцентрировано наибольшее число сильнейших игроков. Однако, помимо крупных турниров, здесь также проходит немало и локальных. Не так давно в Северной Каролине как раз проходил такой турнир, который назывался Last Level. Я посетил данное мероприятие в качестве игрока. Как у меня получилось сыграть вживую против американцев? Сейчас мы это и узнаем. Всем привет, друзья! Я, как всегда, Арман Аренкратас, и я съездил на оффлайн-турнир в США. Я также записал все свои матчи и спешу показать их вам. Как и всегда, если вы не против, я прокомментирую их, а также расскажу свои мысли и подход к каждой игре и к каждому игроку. Ну а вас я попрошу лишь поставить лайк и подписаться на канал. Друзья, DLC по МК выходит раз в несколько месяцев, и ждать порой приходится долго. И сидеть просто так, ожидая, мне надоедает, поэтому я порой играю во что-то еще. И если вы тоже хотите, то купить любую игру и не только можно на сайте, которым я сам периодически пользуюсь. Это торговая площадка Case for Gamers. Здесь можно найти практически все товары для Steam, PlayStation, Xbox, Nintendo и не только. Игровая валюта, гифты и даже софт. Можно пополнять баланс в Steam, PlayStation и других площадках. Жмете вот сюда на карту пополнения и выбираете то, что вам нужно. Это же касается и подписки PS Plus или Xbox Game Pass. Их также можно здесь приобрести. Практически любой товар вы покупаете у разных продавцов, которые имеют свой рейтинг и свои цены. Так что вы всегда сможете выбрать самый выгодный для вас вариант. С оплатой тоже никаких проблем нет. Сайт принимает и Kiwi, и карты Мир. К тому же с моим промокодом ARNKRATUS вы получите еще и скидку 10% на любой товар. Ссылка на Case for Gamers находится в описании под видео и закрепленном комментарии. Первый матч на турнире. Он всегда необычный, особенно если это турнир в оффлайне. И он также один из самых неприятных, поэтому я стартую с самого моего основного персонажа. Как вы можете заметить, мой оппонент играет в Занитару. Если что, я сижу слева, а парень в кепке как раз этот парень в Занитару. Но сначала мы проверяем кнопки, потому что на оффлайн турнирах это обязательно делать. И вот, наконец, проверив, мы пожимаем друг другу руки и стартуем первый матч, который будет идти до двух побед. Итак, стартуем первый бой и, разумеется, я играю за Шан Цунга в связке с Кану. Это моя основная связка. Зато в этот раз я буду применять совершенно иную стратегию, которую вы потом узнаете. Вот чем хорош Шан Цунг, это тем, что он контролирует ситуацию практически против всего ростера. При этом его максимальная сила не то, чтобы прямо очень большая. Я приведу аналогию, которую вы сейчас поймете. Представьте, стоят два автомобиля на драгрейсинге. Один автомобиль это мощный суперкар, имеющий высокую максимальную скорость. А вторая же машина это ваша, обычная электрическая. Максимальная скорость вашего автомобиля будет не такой высокой, разумеется. Но при этом разгон до 100 у вашего автомобиля будет даже быстрее, чем у суперкара. Теперь вы понимаете суть Шан Цунга. А тем временем, в этом раунде я достаточно быстро разогнался. Осталось только завершить его в свою пользу. За счет высокого контроля в нейтральной ситуации, Шан Цунг это идеальный персонаж для начала. Если вы играете хоть немножечко лучше, чем ваш оппонент, это позволит вам выйти вперед достаточно быстро. Но при этом, если вы доведете все до длинной дистанции, до длительного матча, у вас могут начаться большие проблемы. Во втором раунде также есть скрытие, но не получилось закомбить, потому что было тяжело понять, где находится угол. Дело в том, что в Mortal Kombat на всех картах углы невидимые, и чтобы понять, где именно находится угол, вы должны это почувствовать. Либо наиграть, чтобы вы понимали уже на автомате. Да, как я и говорил, Шан Цунг это отличный персонаж для того, чтобы закрывать матчи против игроков слабее, чем вы. На канале даже есть целое видео, посвященное этому. Рекомендую посмотреть. Так, а вот и первая моя серьезная ошибка в матче. Благо, был брейкер, так что не так уж и страшно. Вы можете заметить, как я терпеливо играю против Нитары в защите, но при этом в атаке я действую достаточно остро и постоянно прессингую. Я бы мог пробовать играть более остро и в защите, например, перебивать ее прыжки. Но зачем, если у меня есть преимущество по здоровью? Лучше лишний раз не рисковать и доделать начатое. Остается мало хп у нашего противника за Нитару, и я лишь ищу подходящего момента. Подходящий момент найден, первая игра за нами. Когда вы видите, что я зажимаюсь в защите, это не означает, что я не контролирую ситуацию. Находясь в блоке, я внимательно слежу за соперником. Неважно, сделает ли он низкую атаку, верхнюю или даже захват, я буду готов среагировать на это. В Mortal Kombat это называется пассивная игра в защите. И такой метод защиты эффективен в зависимости от персонажа. Например, за шансунга этот метод защиты очень эффективен за счет крутых тычек. Тем временем ловим на еще одно большое комбо, и вы можете заметить потихонечку мою стратегию на данный турнир. Я играю за шансунга, находясь в морфе. Такую стратегию я на турнирах еще не применял, но скоро вы поймете плюсы и минусы такого метода. А теперь захватываем назад за Нитару, и посмотрите, захват отнял больше здоровья, чем обычно, аж 132. И первый плюс такой стратегии вы только что услышали. Находясь в морфе, все мои атаки наносят в 1,2 раза больше урона, чем обычно. Вы просто не представляете, какое это на самом деле преимущество. Но из этого, конечно, исходит и минус. Находясь в морфе, я по сути должен играть за персонажа оппонента. И вероятность ошибки в таком случае возрастает в несколько раз, потому что мои оппоненты, как правило, играют лучше за своих персонажей, чем я за их. Поэтому морф я использую достаточно аккуратно. Сделаю 1-2 атаки, 1-2 броска и все. Перевоплачаюсь обратно в шансунга, чтобы не рисковать далее. Такой метод геймплея дает мне примерно 150-250 урона за каждый раунд, что очень и очень неплохо. А вот и ошибка, и пора наказывать. Будет полная комбо, и я планирую перевоплотиться в Нитару в самом конце. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Делаю продвигающую серию за Нитару и хочу тыкнуть, и ай-яй-яй, как он меня здесь подловил. Вот про это я и говорил, друзья. Когда персонаж не совсем ваш, легче ошибиться. Всю игру я не давал оппоненту делать какие-то большие комбо, но при этом один раз расслабившись, он сделал мне комбо почти на 500 урона. А учитывая то, что этот матч идет до двух побед, расслабляться было нельзя. У меня все еще матч-поинт, и надо довести дело до конца. Кладет меня на землю здесь соперник, но я делаю то же самое уже с броском. Подключаю Кану и сразу же беру инициативу еще одним броском. При этом я все еще продолжаю использовать Кану, и посмотрите на эту последовательность действий. Посмотрите, сколько пользы принесла мне эта последовательность. И все это я проделал, находясь в атаке, а не в защите, играя за защитного персонажа. И скоро я объясню, в чем прикол. И как вы можете заметить, в этот раз Занитару я не ошибаюсь. Да, у меня не получилось наказать здесь дайвкик, но это не имеет значения. Это наказание, и это победа за Шансунга, находясь в морфе. Следующим моим оппонентом становится один из фаворитов данного турнира, DR Platinum. Этот парень-американец, который в Mortal Kombat 11 играл за Кот Эль Кана. И там он играл очень хорошо, поэтому мне пришлось узнать, как он действует и в МК-1. Первый бой, и я сразу же сходу вижу Рейко. Но не просто Рейко, а Рейко в связке со Скорпионом? Что? Вот это я вижу впервые. Очевидно, он взял Скорпиона для того, чтобы увеличить свой урон в комбо. Однако чаще всего игроки на Рейко предпочитают не повышенный урон с комбо, а повышенный урон с его основных разводок, таких как командный захват. Поэтому игроки за Рейко предпочитают использовать в качестве камео, Дариуса или Тремора. И вы можете также заметить, что началась довольно душная игра. Все потому, что в этот раз я применяю немного другую стратегию. Против Рейко я хочу зонить. Играть чуть меньше в атаке и чуть больше на дальней дистанции. Однако сейчас вы видите все наоборот. И глаза вас не обманывают. Я действительно играю в основном в атаке. Все потому, что я хочу получить преимущество в самом начале. И уже только потом дозонить оппонента. И как вы можете заметить, получается это у меня с переменным успехом. Тем временем, у нас у обоих практически зона фаттлблоу. И ошибаюсь я здесь, но не подтверждает мой оппонент в полное комбо. И теперь я вынужден подходить. Усиленные звезды являются медом. Поэтому я не могу присесть под ними. И вот здесь есть попадание. И где мой фатальный удар? Ай-яй-яй. Я клянусь, я нажал эти курки. Почему он не вылез? Это очень жаль. Я бы добивал. И в этой игре почему-то всегда так. Иногда ваши нажатия просто-напросто не прожимаются. И я ненавижу, когда это происходит. Снова агрессивно играю в атаки. И продолжаю прессить. Вам, наверное, непривычно видеть шансунга, который играет в прессинге. Но таков мой подход к данному матчу. Я хочу получить преимущество в ближнем бою, чтобы потом реализовать его в дальнем. И скоро мы узнаем, правильный ли это был подход. А пока что я пытаюсь подловить на черепа из-под земли. И у меня удается это сделать. Надеюсь, сейчас никаких дропов не будет. Ну, хотя все же будет. Но в этот раз не такие большие, как в том раунде с фатальным ударом. И знаете, можете верить, а можете нет. Но в этом матче я ощущал себя не очень комфортно. Не в игровом плане, а в техническом. Банально посмотрите на картинку. Монитор показывал такие цвета. И при этом чувствовалась задержка. Наверное, из-за того, что мы играли на каком-то китайском мониторе. Ну что ж, клатч-ситуация. ХП у нас остается очень мало у обоих. И я не рву захват. Про это я и говорил. Я точно уверен, что его рвал. 0-1. Еще один проигранный матч. И я падаю в лузера. Если вы спросите меня, что я делаю не так. То я дам лишь один ответ. У меня подводит техническое исполнение. Я дропаю комбо. Я не рву захваты. Я не могу стабильно приседать под звездами. Я не чувствую таймик. И вот опять же дроп. Что ж ты будешь делать? Ладно, в любом случае пока что есть преимущество. Но тут же его пытается забрать Рейко. И теперь я ближе нахожусь в углу. И вот опять же, посмотрите, чем раскрывает меня Рейко. Разводки низшего сорта. И они работают, работают отлично. А я же испытываю проблемы и теряю все преимущество по ХП. И даже контратакам мой оппонент готов на ура. Так дальше не пойдет. Мне нужно что-то придумать и сделать это срочно. И в тот момент в мою голову залезла лишь одна идея. Помните, я говорил, что сначала вступаю в ближний бой для того, чтобы получить преимущество в начале. И это работало неплохо до тех пор, пока не начало подводить исполнение. Видите, вот опять я дропаю комбо. Моя стратегия не работает из-за некачественного исполнения. А почему исполнение такое? Неважно, монитор или лаги. Или я таймер не чувствую. В любом случае надо что-то менять. И немного подумав, почему бы мне не перейти сразу ко второй стадии моей стратегии. Начать тупо зонить. Да, кто-то скажет, что это за шквар. Но ведь гляньте, большинство моих ошибок я делаю из-за того, что ошибаюсь в подходах. Пусть оппонент теперь подходит ко мне. Давай просто поменяемся местами. И вот снова довольно напряженная ситуация, и я продолжаю зонинг. Не подхожу вперед и жду своего кану. Усильные черепа, еще один череп и пожалуйста, раунд взят. Друзья, вы должны понимать, что именно я играю за шансунга. В этом матчапе мой персонаж диктует, кто играет на дальней дистанции, а кто на ближней. Да, до этого я хотел играть на ближней, а чтобы мой оппонент играл на дальней. Но в этот раз я хочу сделать все наоборот. Пусть мой соперник подходит, я же буду зонить. Тем более для зонинга высокое исполнение не требуется. Провожу небольшую контратаку и делаю захват. Теперь же я хочу найти момент для шипов, чтобы снова отойти назад. Да, у меня получается это сделать. Главное сильно назад не отходить, потому что сзади находится угол. Да, каждую мелочь стоит продумывать. В углу Рейко меня может убить в два касания. И посмотрите, как хорошо работает новая стратегия. Как только я заставил Рейко подходить к себе, я уже практически не раскрываюсь и не ошибаюсь. При этом заметьте, а соперник-то не хочет менять стратегию, не хочет подходить и все равно продолжает зонить. Что ж, это его ошибка. Вообще, Рейко персонаж, который за счет одного снаряда может захватить преимущество в зонинге. Но чтобы это сделать, ему нужно преимущество по здоровью, а Шан Сук его так просто не отдаст. Разумеется, если все правильно сделать. И пока что как раз это и происходит. Я зонюсь и двигаю его в угол. И даже загнав соперника в угол, я не тороплюсь, чтобы его реализовывать. Мне этот угол не особо и нужен. Мне нужно пространство за мной, и оно у меня есть. Также у меня есть и преимущество по ХП, поэтому осталось его тупо реализовать. Я переключаюсь между разными формами, потому что именно в разных формах я наиболее опасен в зонинге. В старой форме мои снаряды становятся геймченджерами, но при этом я теряю мобильность. В молодой форме мои снаряды универсальные. Используя очередную тычку, я атакую с помощью среднего удара, и это приносит плоды. До этого я его так много раз захватывал, что он думал, что будет бросок. Рэйку ко мне подходит, это открывает простор для контратаки и матчпоинт. Я думаю, вы уже заметили, что мой соперник уже отказался от зонинга. И он правильно сделал, действительно, он не сможет перезонить меня. Но как и было у меня в начале, у него та же проблема. Его подводит исполнение, и он раскрывается в подходах ко мне. Что ж, я знаю, я же был на его месте. Так, отличный прыжок, и что за подтверждение прекрасное он сейчас сделал? Ну ладно, я всё ещё живой, я в форме Рэйку. Посмотрите, звёзды отняли аж 133 здоровья со снаряда. Да, это было явно вкусно. Вместо канобола у меня почему-то вылез лазер, но да ладно. Я переключаюсь в старую форму, и осталось буквально чуть-чуть. Спамлю тычками, потому что мне нужна одна тычка есть. Эта тычка попадает, и кажется, это всё. Да, это очень интересная победа, потому что мы использовали одни и те же стратегии, но передавали их друг другу. Точнее, это делал я. Мы выходим в финал Винеров. Мой следующий соперник справа, это Мисти Пандакс. Американский игрок за Мелину, который на оффлайн-турнирах часто доходит до призовых мест. Он игрок за Мелину, а я игрок за Люкана. По крайней мере, в этом матче. Первый раунд, первый бой. И да, как я и сказал, и как вы видите на экране, я играю за Люкана. Это один из самых важных матчей на турнире, потому что победитель выйдет в гранд-финал. И поскольку это стадия финал Винеров, мы играем до трёх побед вместо двух. И я думаю, вы уже понимаете, почему я здесь выбрал именно Люкана, а не Шан Цунга. Если вы слушали меня внимательно, то я уже говорил, что Шан Цунг хорош на короткой дистанции. Ну, как раз, например, когда вы играете до двух побед. Но здесь же, возможно, будет длинный матч, и мне нужен персонаж, который играет хорошо на любой дистанции. Причём на любой дистанции во всех смыслах. И в плане длительности матча, и в плане геймплея. Действительно. Люканг хорош и в зонинге, и в ближке. И пока что у меня складывается всё замечательно. Использую шляпу Лао, делаю тычку и забираю первый раунд. Говоря про сам матча Люкана против Мелины, я, если честно, без понятия. Вы поверите мне, если я скажу, что играю против Мелины за Люкана в первый раз. Но это не имело значения, потому что я хотел играть здесь от инициативы, поэтому в защите долго засиживаться не планировал. К тому же у Люкана есть одна особенность. Он играет в связке с Кунг Лао. Ну, точнее, Кунг Лао его лучший камео. Когда у вашего персонажа Кунг Лао это лучший выбор, это преимущество. Потому что, как бы вам сказать, Лао помогает вам расслабиться посреди матча. За счёт шляпы у вас улучшается не только атака, но и защита. Лао также помогает вам выиграть время. Это один из самых простых и удобных камео в игре. При этом это самый сильный камео в игре. Так что сила Лао вопросов не вызывает. А тем временем делаем броню и забираем первую игру. Это очень уверенная первая игра, но надо дальше. Оппонент долго не думал и сразу нажал кнопку реванша. Когда вы играете на офлайн турнире, то действует один стандарт. Это даже не правило, а скорее сложившийся стандарт. Дело в том, что если вы выигрываете в бою, вы нажимаете кнопку реванша сразу. В свою очередь оппонент может подождать и подумать, потому что он бой проиграл. Вы никогда не увидите, чтобы игрок выигрывал и потом две минуты еще и думал, как начать следующий матч. Это в буквальном смысле могут счесть за неуважение. Хотя не буду врать, я иногда все равно так делал. Но я это делал беспалевно. Шел в меню выбора персонажей, тянул время и так далее. Ну а что, все познается в деталях, верно? Есть, например, игроки, которые специально выбирают арену на турнирах. Как правило, выигрывающему игроку это запрещено делать. Но чаще бывает, что в правилах это забывают указать. Ну да ладно. А тем временем я рву захват, причем рву захват вперед и пытаюсь здесь откомбечить. Благо это Люкан и посмотрите! Видали, как он избежал шляпу за Мелину? Он это явно выучил. Пиксель остается, бью ногой прямо в кунглау и... Отлично! Могу комбить захвата, но это не добьет. Зато оставит противника рядом и... Ага, читается и что? Почему я апперкотом наказал? Точно, я забыл посмотреть на здоровье оппонента, поэтому мы здесь смеемся. Почему-то я был уверен, что этот апперкот добьет. Немного не рассчитал, ну с кем не бывает. Главное, что есть победа в раунде. У меня, как у игрока, есть качества, которые отличаются у других. Где-то в лучшую сторону, где-то в худшую. И точно так же у моих соперников. Своим сильным качеством в геймплее я считаю свой баланс в атаке. Я хорошо чувствую, когда мне нужно сделать захват, а когда мне нужно сделать средний удар. И люкан эти качества умножает в несколько раз, потому что захват у меня больше урона, а удары у меня быстрые и хорошо приманивают на этот самый захват. Хотя большинство западных игроков отмечают другое качество моего геймплея. А именно, нераскрываемая пассивная защита. Что ж, возможно, однако в защите я здесь сижу не так уж и долго. Подключаем новые разводки, удар сверху попадает, и здесь же я уже не тороплюсь подходить. Зачем, если у меня есть преимущество. Главное теперь сыграть аккуратно в зонинге, и воу-воу-воу! Как он круто так прокатился! И неужели попадет? И нет, не попадает в фатальный удар! Пандак спал в агонию! Он понял, что сейчас потерял целый раунд, и поэтому сидит, угорает. Он сам виноват, сделал самое тупое комбо, которое только может быть. Разумеется, в фатальный удар там не попал, и это 2-0. На удивление, мне пока что везет, я сумел вытащить 2 трудных клача. Ставлю шляпу, и натыкается мой оппонент прямо на эту шляпу, что позволяет мне закомбить. Вот про это я как раз говорил. Ставите шляпу, и не паритесь, и что это за телепорт? Я его точно не делал, но да ладно. В любом случае, есть снова вскрытие, и это будет полное комбо. Я оставляю противника специально поближе к себе, и применяю острые разводки. Однако оппонент был к ним готов. Но ничего страшного, у меня есть преимущество по здоровью, поэтому я мог позволить себе ошибиться. Главное не делать это снова, и дождаться подходящего момента. Да, я стал играть более пассивно, потому что боюсь его ролла, я не хочу его сейчас подцепить. Но по воле случая, момент сам ко мне пришел, и я его реализовал. Это матчпоинт. Полный контроль в матче, это не может не радовать. Победив сейчас, мы выходим в гранд-финал, в последнюю стадию турнира. Я все еще стараюсь действовать аккуратно. Посмотрите, он сделал ролл, но я не стал его наказывать, потому что там была шляпа кунглау. В таких моментах лучше не спешить и ждать подходящей ситуации, как вот, например, здесь. Я с задержкой бью ногами, и это раскрывает соперника, потому что он думал, что будет захват. Буквально все по книжечке, не лезем после этой тычки. И опять же, есть раскрытие, и это будет больно. Знает это пандекс, поэтому сжигает брейкер. А я же специально задерживаю шляпу. Хоть моя шляпа не попала, но на самом деле, благодаря этому, атака Мелины захлебнулась. И остается совсем немного. Нужно раскрыть еще один раз, и думаю, у противника уже не останется хп. Флайн кик попадает, и здесь уже осталось дело за малым. И да, я знал, что это будет, поэтому не стал идти вперед, и просто прожектайлом завершил этот бой. Неплохо, очень неплохо. Гранд финал, причем довольно уверенный, можно и так сказать. В гранд финале меня ждет все тот же DR Platinum, который победил на своем пути всех, кого только можно. В сетке лузеров, разумеется. И как и всегда, мы обязаны проверить кнопки. Дело в том, что в МК-1 имеется баг, когда ваше управление меняется без вашего ведома. И это как раз случилось с DR Platinum, поэтому хорошо, что мы проверили кнопки. Но наконец, пожав руки, мы приступаем к бою. Гранд финал турнира Last Level 44, Шансунг против Бараки. Наверное, вы сейчас думаете, что я сам себе противоречу. Если гранд финал до трех побед, то какого фига я взял Шансунга, если только что я говорил, что в таком случае лучше брать Люкана. И это правда, но есть еще один моментик. Я ведь вышел в гранд финал по верхней сетке, верно? А это значит, что Platinum нужно выиграть меня два раза до трех побед. Зная это, что мне мешает взять персонажа, за которого я уже выиграл данного оппонента ранее. Но даже если не пойдет, я уже возьму как раз Люкана и сыграю второй сет, как я планировал изначально. То есть я оставляю себе небольшой запас, если все пойдет не по плану. Но пока что все идет хорошо, перевоплощаюсь в Бараку и делаю захват, который отнимет повышенный урон. Я реализовываю свой план А, когда план Б на самом деле будет лучше. Но в жизни не бывает так, что вы план Б используете сразу. На то он и план Б, верно? Так что пусть Люкан пока отдыхает. А мы продолжаем играть за Шансунга. Здесь попадают черепа и будет полная комбо. Да, перевоплощаемся в Бараку. Повышенный урон доступен, теперь мне нужно подловить. И есть захват, теперь я использую Кану и перевоплощаюсь обратно в Шансунга. Это как раз то самое аккуратное использование морфа. Зачем мне долго засиживаться за персонажа оппонента, если у меня уже есть преимущество и я уже реализовал морф? Да, примерно на 150 урона, но этого хватит. Это может зарешать. В этой игре 15% вкладча могут оказаться решающими. Фух, нифига себе он проскочил мимо моего Кану и снаряда. Это было красиво и воу-воу-воу, что он делает? Так, ладно, мне кажется, мне надо сыграть более пассивно сейчас. Садимся в блок и ждем момента, никакого захвата. Теперь же надо подловить на тычку. Есть попадание и ход забираем. Отменяем шипы, используем черепа и забираем первую игру. 1-0. Кажется, Барака у Платину мне пошел. И тем лучше для меня, первую игру мы забрали довольно быстро. Теперь же Рейко, и вы же помните, как я победил в тот раз данного Рейко? Вот и я помню, поэтому со старта же я начинаю зонить. Но погодите-ка, он поменял камео, теперь он играет за Мотару. Это немного все усложняет, но лишь немного. Просто нужно быть немного осторожнее в зонинге и ждать щит. Усиленные черепа попадают, но я сделал какую-то дичь. Но ничего страшного, ход все равно мой. И надо быть аккуратнее в подходах. Да, вот про это я и говорил, он проверяет меня ножками. Только особо внимательные зрители заметят, за счет чего я действительно побеждаю своих оппонентов. Ну точнее, какая опция за Шан Цунга меня больше всего керит. Или простыми словами, вытаскивает. И вы не поверите, нет, это не зонинг какой-то. Ни воздушные черепа, ни горизонтальные. Это, ребята, тычка. Тычка вниз три. Самый сильный инструмент Шан Цунга, это тычка вниз три. Но это не простая тычка, это одна из лучших тычек в игре. К сожалению или к счастью, Mortal Kombat работает немного странным образом. У каждого персонажа есть какая-то одна очень сильная опция, которую вы должны улучшить. Например, взяв подходящего камео. И порой эта опция такая тупая, что вы никогда бы не догадались. У Шан Цунга это, например, его тычка. Вы не поверите, у Рейко, например, это тоже тупая опция. Очевидно, я говорю про его звезды. Да, так и бывает, что какая-нибудь геймченджер опция, это, например, ваша тычка. А тем временем, у меня отличный шанс выйти на счет 2-0 в гранд-финале. Что, конечно, не может не радовать. Однако, все еще остается ХП у соперника, и нужно его здесь дожать. Я все жду, когда он сделает скольжение. Он же сделает его... И да, делает скольжение, но так далеко. Почему он так далеко отошел? Это было очень сложно наказать. Но ладно, в любом случае, рвем захват, не даем ему себя так прессинговать. И продолжаем зонить. Я думаю, пару попыток, и у нас все получится. Расстреливаем пулеметом, и да, попадаем, и это 2-0. Только я вам рассказывал про тычку в Нистри, как тут же я вспомнил. Платинум в этот момент как раз и жаловался на мою тычку в Нистри. И на самом деле, эта тычка все меняет. Она позволяет мне брать ход, где другие персонажи не могут этого делать. А Камел Кано и вовсе позволяет мне отменить эту тычку в когте. Это очень круто. Ну-ка, опа, есть комбо с размена, посмотрите, какая красота. Комбо с размена в зонинге. Только пара персонажей могут это делать. Шансунг один из них. Ну, наверное, еще Китана. Посмотрите, сколько нанес этот апперкот. Буквально как небольшое комбо. А тем временем, я все еще продолжаю находиться в морфе, но вынужден из него выбраться. Потому что, если я не сделаю это сейчас, то это может произойти автоматически в самый неподходящий момент. А мне, как вы поняли, это не нужно. Стал очень аккуратно играть Платинум. Поэтому я вынужден подключать броски. Но броски подключаю не только я. Кажется, Платинум тоже начал их использовать более активно. К тому же, сейчас зона фото-блоу. А что, если я попробую... Ну-ка, ну-ка. Да, это было опрометчиво. Зато Мотаро меня, кстати, засейвил. Но вот надолго ли усиленные звезды... И давай, может, еще раз усиленные звезды... Будут, нет? Нет, будут обычные звезды. Я сделал усиленный снаряд, думая, что я нахожусь в старой форме. Кажется, я расслабил булки и начал забывать такие простые вещи. Но ничего, этот бой еще не закончен, я все еще в игре. Рейку стал играть более душно. Мне стало не просто тяжело подходить, а еще и тяжело зонить. Но тяжело не значит невозможно. Зонинг я все еще могу выигрывать. Причем я специально держу дистанцию чуть дальше средней. Потому что на полной дистанции звезды восстанавливаются слишком быстро. А мне это не нужно. А на дистанции чуть ближе дальней у меня самые комфортные условия. Есть бросочек. Оставляем в углу. И пытаемся взять преимущество. Но, блин, не получается что-то в этом раунде у меня взять зонинг. Поэтому давайте пойдем в упор. В упоре в углу, конечно, рискованно. Но почему бы не попытаться. Ах, блин, его тычки тоже попадают по мне очень часто. Я теряю все больше и больше хп с каждым разом. Причем неважно, в блок, в хит все равно теряю много. А давайте сделаем так. Отлично, попадаем. В этот раз фатальный удар будет. Да, сия непременно. Попадаем. Это отличный шанс откомбетчиться и украсть данный раунд. Причем, если я сделаю все правильно, это по сути гарантированно. Я просто сделаю черепа и нанесу гарантированный урон в блок. Это не может не сработать. ЧЕГО? Что сейчас произошло? Щит Мотару отразил все мои черепа и он еще и закомбил с помощью звезд? Это единственный выигрышный вариант из тысячи возможных. Да, неприятно, когда твой оппонент делает на тебе хайлайт турнира. Но спорить не буду, это было реально красиво. В тот момент я сказал себе, ладно, ладно. Это было круто, но пора сосредоточиться. После такого уж сыпаться я точно не буду. Продолжаем действовать так, как действовали мы ранее, но при этом чуть-чуть более аккуратно. Благо для этого у нас есть не только время, но и ни одно и даже ни два права на ошибку. Вообще, это мой уже второй оффлайн турнир по Mortal Kombat 1. Первый проходил достаточно давно и записи, к сожалению, не было. Поэтому я буквально принес весь свой сетап, чтобы показать вам свои матчи, друзья. Ну и да, на прошлом оффлайн турнире я занял второе место. Надеюсь, здесь удастся занять первое. Тем временем, ситуация складывается очень удачно. Мы выигрываем первый раунд и выходим на Tournament Point. Вы также можете увидеть, что мы здесь смеемся и веселимся. Но пусть ваши глаза вас не обманывают. На самом деле и я, и мой оппонент максимально сосредоточены. Grand Final это последняя стадия турнира. И знаете, я вам скажу одну вещь. Самое худшее место, которое вы можете получить на любом турнире, это второе. Ну и еще девятое, но второе одно из них. Кто-то скажет, что второе это не так уж и плохо, это почти победитель. И в принципе так оно и есть. Но в сообществе Mortal Kombat принято считать, что второе и девятое место это два неудачных места. Девятое понятно почему, когда ты остановился в шаге от попадания в топ-8. А второе, как бы вам объяснить, когда ты не рассчитывал даже на второе место, но так и дошел до Grand Final, ты хочешь уже дойти до конца и победить. И вот ты на вершине горы, но останавливаешься в самом конце. Это чувство трудно объяснить, его надо понять. Ну вот опять заговорил какими-то непонятными цитатами. Давайте лучше продолжать смотреть матч. Сейчас после захвата я откинусь в самый конец экрана и сделаю черепа. Да, это сработало, но Мотаро его сейвит, ай-яй-яй. Теперь же я вынужден подходить и мне нужен один момент. И да, есть этот момент, и если я сделаю все правильно, это добьет. Но знаете, давайте попробуем сделать бруталити за Рейко, перевоплотившись в него. Это было бы красиво один захват и... Да ладно, что? Он не попал в упор, и я сделал его слишком рано. Ах, какой же я дурак. Расслабляюсь в самый неподходящий момент. У меня иногда бывает такое, мне надо от этого избавляться. Порой, когда я уверенно выигрываю, я зачем-то начинаю поддаваться или расслабляться. Особенно это происходит против определенных игроков, таких как Джонни или Хамит МК Азербайджана. Ну да ладно, не суть. Главное не расслабляться теперь, завершить начатое и сыграть хорошо. Полбара уже снесли, и я продолжаю свой прессинг. Стагерю вперед 4, и снова тычка попадает, и есть приманка на захват. Это будет большой урон, вливаем все ресурсы, используем камео Кану и перевоплощаемся в Рейко, естественно. Пиксель у Платинума. Мы не спешим идти вперед, нужен подходящий момент. Атакует Платинум, чистый блок используется. И в этот раз шансов у противника оставаться не должно. Напрыгиваю вперед, делаю тычку, и 1-2, которая приносит мне победу. 3-1 в гранд-финале, победа на оффлайн-турнире, и даже сбросить сетку мы противнику не позволили. Платинума победит. И подписаться на канал. Классного вам настроения, и спасибо за просмотр. Не скучайте, не болейте, и всем до скорого. Субтитры подогнал «Симон»!